Закончились празднования 300-летнего юбилея Александра Невской Лавры. Однако реставрация монастырского ансамбля продолжается. О том, как проходят восстановительные работы в Никола-Федоровской церкви, узнавала наша съемочная группа в Санкт-Петербурге. Двухэтажная Никола-Федоровская церковь замыкает юго-восточный угол монастырского каре. Храм построен по проекту знаменитого архитектора Трезини. Он служил усыпальницей для грузинской царской фамилии и епископов. В 1930-е годы интерьеры церкви были уничтожены. Большинство надгробий погибло. В советское время в притворе располагался архив. На первом этаже – столярная мастерская, на втором – общежитие осицынабивной фабрики, а позже – проектное инвентаризационное бюро «Прометей». Многочисленные перегородки и пристройки изуродовали интерьеры до неузнаваемости. Догадаться, что этот храм можно было только на самом верхнем этаже, где сохранились фрагменты капителей. Вот именно вот эти фрагменты, как самые крупные, они как раз и остались. А еще они остались, потому что здесь, на втором этаже, под временным перекрытием, которое было устроено, они не резали глаз никаким проверяющим комиссиям. В середине композиции «Спаситель, благословляющий апостолов» был пробит выход на чердак. Восстанавливали картину по фотографиям из архива сицынабивной фабрики. Девушки-комсомолки фотографировались рядом с расчищенными ликами апостолов и Христа, делая некий калаш и групповую фото. То есть они и «Спаситель» с апостолами, вот они тут вместе на суконной фабрике работают, сицынабивной. Благодаря этому мы сумели и расположение рук, угол наклона головы, лица, скажем так, характерные черты восстановить. Когда в 1996 году церковь и Федоровский корпус были возвращены епархией, реставраторы не предполагали, какие удивительные открытия ждут их в будущем. На момент начала разборки перекрытий у нас произошло, скажем так, первое чудо. Те евангелисты, которые были изображены на парусах, начали проявляться через многочисленные масляные закраски. Было такое ощущение, что просто по очень высоко нарисованному рельефу сверху закрашена масляная краска. При восстановлении и сборке композиции мы стараемся максимально сохранять авторский слой. Если у нас остаются какие-то пробелы, которые позволяют прочесть ее более прозрачно, более воздушно, мы их, безусловно, оставляем. Сейчас мастера восстанавливают триптих, от которого сохранилась лишь центральная часть – спаситель в яслях в окружении святого семейства. Обнаружили эту живописную работу тоже чудесным образом. В этом пределе находилась уборная, и картина была скрыта под кафельной плиткой. Когда часть плитки неожиданно отвалилась, под ней обнаружился лик спасителя. Многолетнюю реставрацию Николы Федоровской церкви планируется закончить в следующем году. На первом этаже разместится баптистерий. На втором этаже, в храме во имя святого князя Федора, будут проводиться ежедневные богослужения. Субтитры создавал DimaTorzok